В нашем городе Бресте очень любят Пушкина. У нас есть университет имени Александра Сергеевича, библиотека имени Александра Сергеевича, Пушкинская улица. Несмотря на то, что Пушкин никогда здесь не был, но его лицейские годы очень чтятся в нашем лицее имени Александра Сергеевича Пушкина. Надо сказать, что за 25 лет сразились очень глубокие пушкинские традиции. День светлой памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина, оставившего ценный клад для своих потомков, свое творчество, в ценах этого учреждения образования всегда проходит по-особенному. Этот год не стал исключением. В подготовке мероприятия приняло участие большое количество ребят разных возрастов, лицейсты, которые с уважением относятся к русской классике и яркому ее представителю. Имя Пушкина в названии учебного заведения, его гимня в лицейском романсе. Готовясь к этому дню, ученики ощущали огромную ответственность. Для своих школьных товарищей и старшеклассники подготовили театральную постановку, в основе сюжета которой Пушкин в салоне Зинаиды Волконской. Артистизм ребят, тонкая передача чувств и эмоций, и наряды – все это помогло зрителям мысленно перенестись в другую эпоху. Я всегда завидовал людям, которые играли Пушкина, когда смотрел выступления в прошлом году, в позапрошлом. Но это была моя мечта, и вот она исполнилась. Как готовился? Ну, готовился долго, занимался, читал стихи. Ну, как-то вошел в образ, и меня пригласили Пушкина играть. Пушкинские герои в исполнении школьников в течение всего учебного дня наведывались на уроки к лицеистам и предлагали пройтись по страницам великого произведения Пушкина Евгений Онягин. К творчеству гения прикоснулись работники библиотеки и медиатеки, а также технический персонал. Увлекательный процесс был запечатлен на видео, чтобы впоследствии создать полноценный фильм «Лицей» читает Александра Сергеевича Пушкина. Мы читали всем лицеем Евгений Онегин. Замечательный роман в стихах. Любимое произведение Пушкина, ведь он сам сказал, что это его лучшее произведение. Здесь в этом произведении Александр Сергеевич не ставит черту между героем и собой. Он как бы переходит в героев, размышляет о времени, о себе, о истории, о будущем, о красоте человеческих отношений. Это очень важное произведение. Читая Пушкина, можно превосходным образом воспитать в себе человека, сказал когда-то писатель Белинский, и с этим трудно не согласиться. Спустя много лет к поэзии классика обращаются современные подростки, черпают для себя что-то новое, вдохновляются и не перестают восхищаться гением. Традиция, заложенная в этом году чтение произведений Александра Сергеевича Пушкина, имеет все предпосылки для дальнейшего развития. Судя по тому, насколько серьезно ребята подошли к подготовке мероприятия, в этом сомневаться не приходится.